Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я направляюсь в Зару. Закончился отпуск. Заказывала платье до отпуска, но мне нужно было... Ну, мне хотелось подниматься в горы именно в платье. Прождала две недели. Я, конечно, делала первый и последний раз заказ онлайн Зара. Уже решила не возвращать. Пусть будет, сейчас заберу. Потому что под прошлыми видео вы писали мне, что платье нормальное, хорошее. Про очки, если кому-то интересно, бренд и так далее, оставлю ссылочку внизу, разумеется. Переключаемся. Итак, как обычно, начиная с входной группы, не могу сказать, что полностью только новый товар появился в Заре через неделю. Но много новых ярких вещей. И цены на вещи я не буду озвучивать, а буду писать в углу. Единственное, что пока я монтировала видео, утром был один курс, поэтому в начале ролика вещи будут на 1 доллар дешевле. А к концу дня так получилось, что уже вещи стоят немного дороже. Но в любом случае, вам удобно переводить будет на валюту вашего города, страны. Очень интересный жакет. Яркий. На самом деле в жизни он немного ярче и интереснее цвет. И опять же, в Заре я прошлась хорошенько по обуви. Очень много интересных моделей. Кстати, я своими шлепками осталась довольна. Девушки, кто спрашивал, как они в носке. Не могу сказать, что это самая удобная обувь. Немного растерла ноги, но носится отлично. Никаких нюансов не было. То есть, поездку в отпуск выдержали. Девушки, также мне очень понравился этот топ. Приятная цена, у кого фигура позволяет, я вам настоятельно рекомендую. И красивые оттенки. Далее в этот раз в Заре было много различных футболок. Мне понравилась эта модель, когда рукава выполнены из ткани, как для рубашки. А тело изделия выполнено, как из ткани, для футболки. То есть, более мягкая ткань, а рукава формостабильны. Дальше есть интересные сумки. В том числе в розовых оттенках в Заре. Тысячу гривен стоила сумка. И вот такое платье. Я позже, в конце видео, вы увидите, как я его взяла, примерила. Мне вот на вешалке очень понравилась ткань. Вероятно, классная. Летом не жарко. Силуэт свободный. Но чуть позже расскажу, в чем проблема предыдущей модели. И опять же, я была в поисках белых джинс. Но на меня не садятся. И мне нравятся вот оборванные внизу, когда края не обработаны. Далее, много розовых вещей. Я лично не любительна. Знаю, что есть много девушек, которые любят розовый цвет. Поэтому я максимально старалась показать розовые модели. Опять же, обувь. Открытая, белая. Отлично сочетается с большинством луков и нарядов. Но эта модель, она не кожаная. Модель мягкая, удобная. И каблук не очень высокий. То есть, можно для разнообразия иметь такую пару обуви. Мне, кстати, обувь Зера понравилась. Я буду, наверное, еще дальше продолжать экспериментировать. Интересная блуза. Опять же, такой воздушный силуэт легкий. Несмотря на то, что длинный рукав. Мне кажется, учитывая наше лето, такое не жаркое. Вполне отлично будет сочетаться с джинсами и любой другой одеждой, юбками и так далее. Дальше, вот эти шлепанцы, мне кажется, что многим девушкам придутся по душе. Есть размеры. Они рассредоточены по залу. Но я вот нашла такую модель и сразу же остановилась, начала снимать. Но размерная сетка имеется. Я была, кстати, в Заре, которая на Крещатике находится. На плоском ходу. Не знаю, насколько верх будет удобен. Но, по крайней мере, такие интересные, кто любит золото и акцентные-акцентные вещи. Дальше, опять же, подошла я к белым джинсам. Но мне не понравились, как они выполнены внизу. И ткань слишком такая тянущаяся. Это для любителей таких моделей джинсов. Я не любительница. Я взяла себе немножко другую модель примерить. Не самая удачная. Не знаю, как девушке выбирать джинсы в Заре. У меня еще пока так не случалось, что прям любовь. Опять же, розовое слепдресс платье. И на верхней полке я видела вот эту вот красивую сумку. Мне, кстати, понравилось, как она выполнена. Бусы, сами эти бусинки не поцарапаны. Она очень тяжелая и смотрится качественно. Ну, я не буду обращать внимания на вот эти вот нинитки, господи, как это называется, на эту леску, которая торчит. И практически незаметно. Внутри выполнена как из мешковины. Эту мешковину тоже не видно. Но сумочка смотрится очень-очень красиво. Такой стилизующий элемент в гардеробе должен быть. Вот эта блузка мне показалась дорогой. А джинсы неплохими. Но единственное, что меня смутило. Многие джинсы, которые я смотрела, у них пуговица, которая в центре находится, выполнена из белого металла. А остальная фурнитура из золота. То есть меня этот момент смутил. Я решила в видео обратить на это внимание. Дальше, как я сказала, в Заре много различных футболок. И разная ценовая политика. Можно купить совсем недорого футболку. В полоску, красную, яркую, любого-любого цвета. Еще одна обувь. В жизни она смотрится более розовой. Я думаю, что любительниц такого оттенка будет очень много. Они интересные, нежные. Такие, как лаковые. И каблучок. Приятный, милый, невысокий. В общем, выбор обуви в Заре очень-очень большой. Еще одни розовые джинсы. Смотрите, вот с фурнитурой. Та же самая история. Ценовая политика, в принципе, плюс-минус на все модели одинаковые. И они обрезаны внизу. Вот это платье мне очень понравилось. Девушки, у него приятная ткань. Нормальная цена. Единственное, что мне не дадут такие цветные вещи. И мне понравились вот эти вот шлепанцы. Очень-очень понравились. Я не примеряла. Не знаю, насколько они комфортно и удобно. Но в любом случае, я их смотрела не на каждый день. И у них такой высокий ценовой уровень. То есть есть в Заре обувь подешевле. Но мне вот они очень нравятся. С этим платьем, мне кажется, смотрелось бы стильно, интересно и удобно. Обратите внимание, кто ищет что-то в подобной стилистике. Дальше понравилась эта рубашка в таком пижамном стиле. Единственное, что часто в Заре бывает верх интересный, вот такой пижамный. А низ не представлен. Из-за этого я не брала в примерочную эту вещь, хотя очень тонкая, красивая ткань. И пока я делала съемку, я обратила внимание на вот это вот платье. Мне всегда нравится платье с интересными объемными рукавами. И когда сам силуэт платья идет по фигуре. Я забыла взять его в примерочную. Возможно, немного... И цена смешная. Очень смешная цена. Возможно, немного позже буду снимать шопинг-влоги и его примере. Я брала много вещей. Немножко позже, то есть в конце видео вы увидите. Дальше. Хотела обратить внимание на вот эти вот белые брюки. Кому понравились мои брюки от Виктории Бекхэм. Похожий силуэт. Единственное, что это белые брюки. У меня темно-синие. Вверху на защипах высокая талия. И вниз от бедра идут прямые. Очень красивые, со стрелками, классические брюки. Настоятельно рекомендую. Я не мерила, потому что у меня похожая модель есть. Но очень удобно и со многими вещами сочетается. Дальше мне понравилась эта блузка. Единственное, что у меня так уже много красных вещей в гардеробе. Но вот кто хочет что-то такое экстравагантное. И ткань хорошая, качественная. Если не смотреть на лейблы, ну можно подумать, например, например, Red Valentina. Вот что-то такого похожего качества. Это я так образно сравнить в одном предложении, чтобы дать сравнительный анализ вещи. И вот это платье интересное. Кстати, на девушках в городе я вижу. Дальше. Красные черевички. Красные такие, ну не босоножки, а выходят. Господи, шлёпанцы на каблуке. Интересные. Они выполнены из ткани. Я уверена, что ноги разотрут, конечно же, в кровь. Если кто не готов тратить большие деньги на дорогую цветную обувь, вот я рекомендую вам разбавить свой обувный гардероб такими моделями из Zara. Дальше ещё одно платье. Очень красивое в стиле Zimmermann. Очень, оно, как сказать, даже не плотная ткань. Она выполнена из нескольких-нескольких слоёв. И как для Zara высокий ценовой уровень. Я точно так же забыла примерить его. Но настоятельно вам рекомендую, потому что у него очень хорошее качество. Если вы будете в Zara, обратите внимание. Также привезли в Zara много костюмов. Вот такого подобного плана. Пижамного. Ткань льняная. Есть размеры верх и низ. Я не брала мерить, потому что это не моя цветовая гамма. Я буду выглядеть очень-очень бледной. И плюс у меня есть похожая рубашка. От Max Mara. Вот он, этот костюм, который вы мне рекомендовали купить. Привезли размеры. Но я не беру его, потому что тоже не мой цвет. Ещё одна обувь. Но это обувь уже кожаная. И мне очень понравился такой лимонно-зелёный оттенок. Кожа мягкая. Каблук удобный. Интересная модель. Мне нравится. Вот этот вырез на обуви. Нога смотрится очень красиво и изящно. Дальше. Здесь манекен. И моё внимание привлёк аксессуар. Вот это плетёное ожерелье. Кто любит различные вещи в стиле Боха. Я думаю, что придётся по душе. Единственное, что я не могу сказать, что в Zara какая-то дешёвая бижутерия. Мне кажется, она стоит прилично. Далее я обратила внимание на комбинезон. Нравятся мне комбинезоны, но я не покупаю для себя. Потому что всё-таки неудобно снимать, если где-то в общественном месте захочется. Ну, вы сами понимаете, в туалет, либо ещё куда-то. Не совсем удобно снимать и одевать. Нравится мне расцветка этого сарафана. Есть размеры. Дальше мне понравился вот этот костюм. На самом деле у него более приятный оттенок в жизни. Но я не угадала немножко с размером. И под этот костюм вот эта красивая а-ля замшевая обувь. Немного грубая, но на худенькой тоненькой ножке будет смотреться довольно-таки красиво и необычно. Также понравилось это цветное платье. Вы видите, в этом сезоне меня тянет на цветные вещи. Но я, конечно же, не рискую. Себе-то я купила чёрное платье, вы увидите в конце. Но мне нравятся такие яркие цветные решения. Возможно, это после моей поездки в Турцию. Нравятся платья, оттенок, расцветка и сама ткань, и плюс силуэт. Также вот бижутерия. Обратите внимание, как я сказала, считаю, что в Zara не дешёвая бижутерия. Но качество именно этого жерелья хорошее. Дальше ещё одна обувь для любительниц чего-то такого акцентного, яркого, с золотой фурнитурой. Довольно тяжёлые. Я не знаю, насколько удобно в них, но я решила показать. И таки уже в примерочной отобрала вещи. Вот здесь очень много, вы можете видеть. Из натуральных тканей даже попробовать цветную вещь. Ещё один пижамный костюм. И вы напишите своими именем, что смотрится хорошо. Даже есть тут очень такие откровенные наряды. Примерю сейчас, попробую. Стоит попробовать что-то на ней? Ну, даже не знаю, стоит ли ниже показать платье. И проблема тут не в том, чтобы поднять высшие бюджетки. Я бы, как бы сказать, ткань красивой девочке, кто смелый, может присмотреться. Но это точно не для меня. И тут в примерочной я примеряю сарафан в таком кофейном оттенке. Я подобный сарафан показывала в начале ролика в розовом цвете, но немножко не то. Из-за конструктивных особенностей не настолько уж удобна эта модель. Не нравится мне тут конструкция впереди. Ой, всё, всё развязалось. Одна бретелька пришита вот тут. И я не могу подтянуть обе в одним движением. И нужно делать, не знаю, кучу манипуляций. Платье 1899 гривен. Спасибо. Не знаю. Чёрт, что сбоку бантик. Мне не нравится. И ещё одна причина, почему мне не нравится это платье. Я очень кажусь мощной в нём. Очень мощный, кажется, верх. Плечи, руки. Но сама ткань красивая, лёгкая, приятная. Душко очень хорошее. Хорошее качество, красиво. Такое не жарко. Единственное, она мне в горле мала. Вот здесь я бы хотела чуть побольше в плечах мала. Мне бы хотелось побольше. Вот ткань, посмотрите, какая. Ну, нитки торчат, это понятно. А джинсы, посмотрите, как сели. Мне всегда в поясе велики. А в бёдрах? И внизу мне нравится. Я как слоник. И вы видите, за счёт того, что блузка удлинённая, а джинсы идут широкие, то эту блузку стоит носить только с джинсами, которые можно носить с высоким каблуком. Кажутся, у меня ножки толстенькие и коротенькие. То есть модель джинса однозначно нет. Мне очень понравилось это платье, расцветка. Конечно, вообще не мой стиль, абсолютно никак не пишется в мой гардероб. Это платье на такой степени мне нравится расцветка. Но это, видимо, какие-то отголоски моего такого путешествия. Знаете, хочется купить это платье и уехать на Гуа. А приятная ткань вообще не жаркая, несмотря на то, что оно длинное. Ткань абсолютно не чувствуется. Я стою в примерочной, играю, там людей очередь. Мне бы просто не хотелось даже снимать. Невероятная красивая ткань. Посмотрите, все цвета радуги здесь собраны, но немножко приглушённые такие оттенки. Как по мне, безумной красоты платье девушки. Кому оно подходит, бегите в Зара, есть все размеры. Оно прекрасно. На лето просто прекрасно. И дальше ещё один костюм. Как обычно, видео в Зара. И обязательно в моих роликах присутствуют пижамные костюмы. Просто вопрос, чтобы найти свой. Мне очень нравится этот оттенок. Оттенок мне идёт, но тут я не угадала с размерами. Я взяла вверх Эльку. И это слишком большой размер, потому что грудь вся нараспашку. И брюки взяла М. Брюки мне были хороши по размеру. Но уже я не стала менять вверх. Я подумаю, мне в принципе расцветка очень-очень нравится. Ткань прекрасная. И тут я вам показываю свой заказ, который я сделала в Зара и ожидала более двух недель. Поэтому заказ онлайн я делала первый и последний раз. Мне это платье необходимо было в путешествии. Но я уже носила это платье. И я счастлива, что я всё-таки не психанула, не вернула деньги. Теперь на лето у меня есть прекрасное графитовое платье. А с вами мы увидимся в следующих сериях. Всем пока!